Теплым и солнечным июльским утром наша группа собралась в Северобайкальске, откуда нас на машине забросили на берег реки Горемыка, где мы планировали начать свой маршрут. Приключения начались еще по дороге к реке. Этот медвежонок, видимо потерявший родителей, каждый день выходит на трассу, где его подкармливают проезжающие мимо люди. Медвежонок совершенно не боится людей и берет еду прямо из рук. Водитель сказал, что на днях его заберут в специальный приют, где он подрастет, а потом его выпустят в тайгу. Переночевав на берегу реки, мы на следующий день тронулись в путь. Первые несколько километров дорога проходила через полузаброшенное пастбище, и мы весело шагали по ней, радуясь хорошей погоде и бодро отмахиваясь от комаров. И даже такие небольшие препятствия не портили нам настроение, а лишь вносили в путешествие некоторое разнообразие. Однако, довольно скоро, луга закончились. Мы вошли в тайгу, где скорость передвижения заметно снизилась, а количество комаров и мошки значительно прибавилось. Тропинок здесь почти нет. Туристы редко посещают эти места. Тут бывают только охотники, но и их совсем немного. На ночевку встали на берегу реки. Место не самое подходящее для стоянки, но найти что-то получше здесь вряд ли удастся. Несмотря на то, что почти вся дорога проходила через буреломы, наши женщины не смогли удержаться от сбора грибов. И благодаря их усилиям, на ужин мы смогли в изобилии полакомиться этими дарами Байкальской тайги. Достоверного происхождения названия реки Горемыка мне отыскать не удалось. Река впадает в Байкал недалеко от поселка Байкальская, которая до 1942 года также носила название Горемыка. По одной из версий, недалеко от села на реке проживали высланные на поселение прокаженные. Как бы там ни было, но продираясь сквозь заросли кустов и бесконечное число раз пересекая реку вброд, мы тоже хлебнули лихо полной чашей. Встречающиеся по пути небольшие Курумы, ребята воспринимали как возможность отдохнуть от штурма очередных участков Бурелома. Однако все плохое рано или поздно заканчивается и наконец-то настает время долгожданного привала на обед. В качестве награды за стойкость мы решили побаловать себя борщом. По дороге встретили охотничью избушку. Рядом заметили несколько лежащих на земле капканов. Эти капканы оказались не заряжены, но все же лучше повнимательнее смотреть себе под ноги. Кто знает, какие сюрпризы оставили тут местные охотники. Тайга вокруг нас раскинулась на десятки, а может быть и сотни километров. Тайга совершенно дикая, без дорог и людей. Удивительное чувство ощущать себя пылинкой среди этого зеленого моря, где еще во многих местах, возможно, до сих пор не ступала нога человека. Впечатление портила лишь не спадающая дымка от далеких пожаров, которые из года в год уничтожают тут сотни гектаров леса. Запах дыма я особенно ощущал по утрам, выбравшись из палатки. К счастью, по пути нашего следования пожаров в это время не было, иначе МЧС могло не выпустить нашу группу на маршрут, что было бы особенно обидно, поскольку маршрут мы регистрировали и по его окончании должны были получить справки о прохождении и присвоении участникам разряда по туризму. На противоположном берегу реки еще сохранились остатки снега. Удивительно видеть его в это время не в горах, а тут внизу, да к тому же в такую теплую погоду. Как оказалось, таежный бурелом и броды через реку были не самыми сложными испытаниями, которые нам пришлось преодолевать на этом маршруте. Попав в заросли сланника, мы смогли в полной мере насладиться всеми прелестями Байкальской тайги. Скорость передвижения по такой местности была не больше одного километра в час, а зачастую и меньше. Подобный способ передвижения в отдельных местах был единственно возможным, но невзирая ни на что, мы продолжали двигаться вперед, не теряя оптимизма. Этот день был, пожалуй, одним из самых сложных. Завтра мы должны на время выйти из зоны леса и двигаться будет гораздо легче. В лесу очень много созревшей жимолости, правда на вкус она все же очень горькая и много ее не съешь, а вот смородина, к сожалению, еще не созрела. Зато ее листья мы постоянно добавляли в чай, а потом наслаждались этим невероятно ароматным напитком. Несмотря ни на что, Байкальская тайга очаровывает. Природа создала здесь места столь же суровые, сколь и грандиозные, и каждое место здесь неповторимо и прекрасно. Виной тому непростые климатические условия. Из беспорядочного смешения камней, песка, воды и деревьев таинственным образом получается немыслимой силы красота, поддавшись которой однажды, становишься ее рабом навсегда. По числу солнечных дней Байкал превосходит соседние территории Сибири и многие западные и южные районы страны. Происхождение самого названия Байкал до сих пор вызывает споры. Наиболее распространенная версия от бурятских слов «бай» – «стоять» и «гал» – «огонь». По легенде, Байкал появился на месте огнедышащей горы. Как бы в награду за тяжелый переход, ночевка у нас была на живописной, утопающей в цветах поляне. На следующий день с самого утра нам предстояло штурмовать первый в этом походе перевал, носящий название Шеровы ворота. Высота перевала – 1780 метров, категория сложности 1А. Впервые этот перевал был пройден в 1974 году группой туристов под руководством Александра Кошелева из Иркутска. Назван он был в честь Игоря Шера, участника группы Кошелева, который вычислил местоположение перевала на кончике пера, изучая дома несовершенные туристические карты того времени. Правда, сам Игорь Шер из-за болезни не смог принять участие в первопрохождении перевала. Сразу за перевалом мы остановились на обед и снова сварили борщ. Конечно же, горячая еда на обед – редкая роскошь в категорийных походах, но до чего же приятно похлебать горячего супчика после довольно тяжелого многочасового перехода по курумам и осыпям. Каждый, кто был в походах, отлично меня поймет. По рассказам Кошелева, опрошенные им местные охотники, а также геологи и геодезисты, не пользовались ранее этим перевалом и даже не предполагали наличие в этой части Байкальского хребта такого легкого и удобного пути. Следующий день у нас опять перевальный. Выходим с утра пораньше. Перевал, который придется штурмовать сегодня, называется перевалом Усть-Илимских туристов. Он хоть и не намного выше, но сложнее предыдущего. Существует выражение «покорить гору», но «покорить» означает подчинить себе. А как можно подчинить себе горы? Горы – это стихия. Стихия бесконечно мощная, абсолютно равнодушная и порой совершенно безжалостная. Стихия служит для того, чтобы самой покорять, если только она не столкнется с другой, более мощной стихией. Но для человека в этом противостоянии остается лишь место наблюдателя, и каждый, кто отправляется в горы, должен постоянно об этом помнить. Последние несколько десятков метров особенно сложные. Тут дышит буквально каждый камень, и самый простой на первый взгляд маршрут далеко не всегда оказывается самым безопасным. Наконец мы наверху. Под ногами раскинулась долина тринадцати озер. Тишина, горы, высота. Где еще, как ни в горах, человек может почувствовать себя частицей бытия и понять, насколько он мал по сравнению с великой природой, сотворившей эту красоту. Животный мир Байкальской тайги невероятно разнообразен. Тут встречается более 250 видов птиц и около 50 видов млекопитающих. Наибольший интерес из животных представляет Баргузинский соболь. Хотя в России соболь обитает от Урала до Тихого океана, но только Баргузинский особенно славится на международных пушных аукционах. Благодаря красивому и прочному меху, соболя называют царем дикой пушнины, мягким золотом. Чем темнее шкурка, тем она дороже. Баргузинский соболь самый темный из встречающихся в Сибири. Самым крупным таежным зверем является лось. Вес отдельных самцов достигает 500 килограмм. По дороге довольно часто попадаются следы пребывания медведей. Самого хозяина тайги мы не видели, но признаться откровенно, никто и не горел желанием встретиться тут с ним. Эта долина, из-за формы вздымающихся по обеим ее сторонам гор, носит название парабола. Спустившись с перевала, мы двинулись вниз, вдоль реки Примая. Пробираться через эти заросли травы, конечно же, легче, чем через сланник и курумы. Но мошки и комаров тут просто невероятное количество. Сегодня у Марины день рождения, и по этому поводу она с самого утра наводит красоту. Конечно же, мы ее поздравили, но основательно отмечать это событие будем только вечером. Сегодня у нас непростой день. С утра предстоит штурмовать последний в этом походе перевал, носящий красивое название «Роза ветров», потом спуститься вниз по куруму и, продравшись через очередные заросли сланника, выйти на стоянку, находящуюся недалеко от места слияния рек, Водопадный и Куркула. Дальше буреломов уже не будет. От стоянки до самого берега Байкала идет хорошо натоптанная тропа. На перевале почему-то не оказалось тура, и мы решили его соорудить сами. Байкал имеет тектоническое происхождение. Озеро протянулось на 632 километра в виде гигантского полумесяца. Ширина Байкала колеблется от 24 до 80 километров. Максимальная глубина его более 1600 метров. На земле нет другого столь глубокого озера, и еще только два имеют глубину более километра. Это Танганика и Каспийское море. Запасы воды в Байкале гигантские. Если воду, содержащуюся в Байкале, разделить на всех граждан России, то на каждого придется примерно 2770 железнодорожных цистерн по 60 тонн каждая. Вода в озере настолько прозрачна, что отдельные камни бывают видны на глубине до 40 метров. В озере обитает 2630 видов разновидностей растений и животных, две трети из которых являются эндемиками, то есть обитают только в этом водоеме. Вечером празднуем день рождения Марины. В поход мы пошли через коммерческий клуб, поэтому раньше знакомы не были и не знали, что во время путешествия у нас будет такое радостное событие, иначе подготовились бы к нему заранее. Надо заметить, что компания у нас подобралась отличная, праздник удался, да и подарок нашелся, а о напитке, которым можно было бы чисто символически наполнить праздничные бокалы, именинница позаботилась сама. На следующий день идем к Байкалу вдоль реки Куркула. Куркула – быстрая горная река, берущая свое начало из-под высшей точки байкальского хребта горы Черского. Название реки происходит от ивенкийского слова «курку», то есть аркан, лассо, которым ивенки пользовались при охоте. Куркула, славящаясь со своими водопадами и отличной рыбалкой, впадает в Байкал в районе мыса Котельниковский. На мысе выходят самые горячие термальные источники на Байкале. От нашей предыдущей стоянки есть тропа, ведущая к озеру Гитара и горе Черского. Первоначально у нас был запланирован радиальный выход на гитару, но, к несчастью, одна из участниц за несколько дней до этого повредила ногу, в результате чего мы потеряли один день. Но и без этой радиалки количество впечатлений от похода было столь велико, что эта маленькая неприятность не испортила общего впечатления о путешествии. Тропа ведет через лес, где еще совсем недавно прошел низовой пожар. Лесные пожары, бич Сибирской тайги. Ежегодно тут выгорают десятки тысяч гектаров леса, и год от года ситуация неизменно повторяется. Последние несколько километров по уже совершенно хорошей дороге, и мы на отличной стоянке на берегу Байкала. Основная часть похода закончена. В общей сложности мы прошли около 135 километров, и это в условиях практически полного бездорожья. На соседней базе скупили все запасы вяленой рыбы, ну и, конечно же, пива. До конца дня расслабляемся, ведь мы это заслужили, черт возьми. На другой день нас на катере перебросили в село Байкальское, откуда мы добрались до хорошего пляжа на озере. Остатки этого дня и весь следующий проведем тут. Купаемся, загораем, гуляем вдоль берега и просто откровенно бездельничаем. Что может быть лучше после такого тяжелого маршрута, тем более, что и погода стоит отличная. Недалеко от нашей стоянки находится грот-светилище, большая лударская пещера. Люди, населявшие эти места более тысячи лет назад, представляли эту пещеру, как вход в подземный мир, обитель злых духов. Поскольку в поселке есть магазин, ребята стараются внести разнообразие в уже успевший поднадоесть походный рацион. Ну и конечно, как же можно побывать на Байкале и не попробовать омуля. Часть рыбы мы запекли, а из остальной сварили сказочно вкусную уху. Ну а в кухе, как водится, положено 50 грамм того самого напитка, что покрепче чая. Конечно же, не пьянство ради. И наконец, самый торжественный момент нашего похода. Инструктор Александр вручает всем участникам значки «Турист России» и удостоверение к ним. Поход закончен, и уже завтра все мы разъедемся по домам. И пусть для кого-то этот поход был первый, а кто-то уже давно потерял счет своим путешествиям, но байкальская природа никого из нас не оставила равнодушным. И покидая эти удивительные края, все мы увезем в своем сердце частичку этих мест, но и оставим взамен что-то от себя. Что-то самое хорошее, чистое и доброе. Ведь каждый из нас и сам является частью природы. А значит, кому, как не нам самим, нужно делать этот мир лучше и добрее.